Мы будем говорить о том, вот сейчас много очень разных разговоров идет в социальных сетях о том, о спасении, как спастись, спасаемся ли мы, или мы уже спасены. Я даже изучая эту тему, недавно выложил видео Алексея Ледяева, пастора, который говорил о том, кто такой спасаемый, кто такой спасенный и так далее. Просто мне очень понравилось это его рассуждение, я его туда поставил. Но смотрите, ведь Бога не видел никто и никогда, написано, да? Но в Библии, с другой стороны, мы читаем, что были люди, которые, да, видели Бога. Давайте будем вспоминать, кто не только люди, да, это же были и духи, которые видели Бога, ангелы, которые видели Бога, и до сих пор есть ангелы, которые видят Бога. Были люди и ангелы, которые видели Бога, но они прекратили с ним всяческие отношения на каком-то этапе, да? То есть, первый, мы знаем, был, согрешил первый Люцифер на небесах, он был свергнут, написано, как молния, с небес на землю. Потом уже в Эдемском саду первое поколение от Бога, Адам и Ева, тоже согрешили и были изданы из Божьего присутствия. А дальше уже Бога не видел никто и никогда. Но Писание говорит, что Моисей общался с Богом лицом к лицу. И вот что интересно, что если мы с вами изучаем Библию, Ветхий Завет нам говорит так, что человек, который видел и предал, или отрекся, или противостоял, или взбунтовался, или дух тот же самый, он не может покаяться, у него нет шансов покаяться. Но Бог не уничтожает его. Обратили внимание? Не уничтожает. Люцифер существует до сих пор. Человеческий род ведет свое родоначали от кого? От Адама и Евы. То есть, есть какие-то правила, которые Бог в Ветхом Завете нам все-таки показывает. Но вот смотрите, что происходит с людьми, когда они начинают углубляться в религиозность. В религиозность сегодня говорит следующее, что если ты... А еще этим подкрепляют, берут и послание к евреям, написано, что тех, кто отпал от благодати, уже бесполезно обновлять. Там уже попирают кровь Христа и так далее. Я вот изучал этот вопрос именно в Новом Завете. Вот что я обнаружил. Бог ходил здесь во плоти. Так же написано, да? Слово стало плоти. Он ходил во плоти, служил. Он явил Отца собой. И рядом с ним было постоянно 12 учеников. Постоянно. То есть, были еще, но с ним рядом были всегда 12 учеников. И эти ученики были... Он их избрал. Бог их избрал. Призвал к себе. И что интересно. Это были люди, которые жили в той же самой... Ну, будем так говорить, области, провинции, которая называлась тогда Иудея. Они ходили среди тех же израильтян, которые не принимали Иисуса. Ведь 80% своих чудес Иисус совершил именно в Капернауме, откуда родом Петр. И братья его, соответственно. Но почему-то именно там люди не восприняли его. Они не приняли его. И именно там Иисус произнес то самое пророчество о том, что Капернаум и Вифсаида. До небес вознеслись, до ада не звергнетесь. Почему интересно? Это же ведь те же самые люди. Оказывается, если мы читаем с вами внимательно, вот те люди, которые в Иудее, то есть в Иерусалиме и окрестностях, отреклись от Иисуса Христа. То есть его даже некоторые не приняли, а некоторые отреклись от Него. Они точно так же, как и те, которые жили там на севере, читали Тору, точно так же искали. Но, вернее так, они искали освобождение в виде каких-то сверхъестественных вещей. А Петр, например, с Андреем, они искали того, о ком говорил Моисей и пророки. Помните, они же пришли к Натанаилу и сказали, мы нашли того, о ком говорил Моисей и пророки. То есть что это значит? Они искали, они знали, они изучали и они нашли. Потому что написано, ищите и найдете. Дальше. Все это было до периода, так сказать, Нового Завета. Новый Завет еще, ну как бы, не завершен. Иисус еще здесь служит. Иисус еще не умер на кресте. То есть Новый Завет еще не совершен. То есть это свершилось, еще не было. И при этом смотрите, что происходит. Ветхий Завет совершенно четко показывает нам, что человек, который предал Бога, покаяться возможности не имеет. Его потомки, да, но он нет. Но помним с вами, да? Все, кто предал Бога. Ахав тот же самый, это из царей. И что получается? Евангелие от Иоанна начинается со строк о том, что вначале было слово, слово было у Бога и слово было Бог. А дальше написано, что закон пришел через Моисея, да? Но в Иисусе Христе нам была дана благодать вместо благодати. То есть смотрите, Бог видел, что люди отвернулись от Него, да? Предали Его, возбунтовались против Него. И даже духи, которые вот там вот видели, они принимали участие в создании мира, да? Но видите, как бы отвернулись и все. И Бог их не уничтожает. Они остаются живыми, но без Божьего присутствия. Они уже не перед Богом ходят. Окей? Дальше. Приходит благодать на благодать, и вот что происходит. От Иисуса из 12 человек, сколько человек отреклись? От Иисуса отреклось 10. А один из них вслух трижды. А другой вообще деньги получил, чтобы предать Его. А все остальные просто сбежали. У креста, мы знаем, находились только двое. Это Иоанн и Мария. То есть из 12 учеников от Иисуса отвернулось 10. Двое предали Его своими действиями. То есть они не просто сбежали, они просто... Вот один отрекся, другой продал, предал. И почему же мы выясняем, что же такое благодать на благодать? Знаете, что произошло с 9 из 10 людей? Ну, в том числе с Петром. Что с ними произошло? Нет, то, как они пошли. Вот они предали Его, разбежались. Иисус умер, похоронен. Все, он бежит сейчас в могиле, они все это знают. Суббота утром. Что с ними произошло? Они покаялись. А почему они покаялись? Что отличало их от Иуды, скажем, который пришел к фарисеям, обратно кинул им эти деньги, а они не взяли эти деньги? И он пошел и повесился. Какая разница между ними? А почему они покаялись, а Иуда нет? А может быть, Иуда, кстати, тоже покаялся? Может быть, мы же не знаем. Нигде не написано об этом. Но если мы с вами знаем характер Бога, а мы призваны к тому, чтобы изучать характер Бога, они покаялись и были прощены только по одной простой причине. Они поверили в то, что могут быть прощены. Они поверили в это. Иуда не поверил в то, что он может быть прощен. Потому что после того, как он раскаялся, а он раскаялся, потому что он пошел и вернул эти 30 серебряников. Но он не поверил, что может быть прощен. И так происходит с очень многими людьми, которые отошли от Бога по разным причинам, объективным, субъективным, неважно. Они перестают верить не в Бога. В Бога-то они верят. И Бога боятся. Они не верят, что могут быть прощены. И тут, как тут, появляется первый неспособный покаяться рядом. И начинают им рассказывать, да, ты знаешь. А я вот тоже был такой. И у меня нет шансов покаяться. А вот посмотри, Адам, его изгнали из Божьего присутствия, и больше он не смог. Он так и умер, не покаявшийся. И непрощенный – это ложь. Бог способен поменять все. И об этом мы сегодня будем говорить. Сегодня многие люди отрекаются от Христа в пользу других людей, в пользу других учений, в пользу ереси, в пользу откровенной лжи. Очень много есть таких. И они не виноваты. Они просто, понимаете, в чем вся человеческая природа заключается? Если бы в Бедемском саду сидел бы Адам и Ева перед тем самым деревом, на котором висел этот плод познания, что такое хорошо и что плохо, и с ними бы говорил голос, но не Божий, голос, они бы вряд ли его послушали. Потому что они привыкли слышать голос чей? Бога. И вдруг раздался бы другой голос. Они его не послушали бы. Поэтому дьявол явился воплоти. В данном случае воплоти змея. И когда они увидели, что что-то осязаемое, которое потрогать можно, с которым они уже встречались, вот оно здесь ползало между ними. Они же не верят, что там змей не вдруг появился в Эдамском саду, они и раньше его там видели. И он начал с ними говорить. И когда вот он, змей, начал с ними говорить, они поверили тому, до чего можно дотронуться. Ну то есть чему-то осязаемому. То же самое происходит с людьми сегодня. Они доверяют свою жизнь людям. Они ведь и раньше видели людей, и вроде говорят, ну этот меня никогда не подводил, этому можно доверять, этот хорошо выглядит, этот хорошо говорит. И отдают, открывают свои сердца этим людям. Люди-то хорошие. Бог плохих людей не создавал. Но эти люди позволили дьяволу говорить через них, или действовать через них. Как это происходит, мы тоже об этом поговорим. Но приходит момент, когда проявляется истина. И вдруг выясняется, что по большей части люди, которые подверглись вот этим вот лжеучениям, они знают не Бога. Они знают человека, они знают учения, они знают какую-то книжку, которую они прочитали, но не Бога лично. И когда начинается проверка, помните, когда если в беде ты оказался слабым, то как там написано, плохая сила у тебя, дали, как там написано в притче? Что-то, короче, с силой нехорошо. А Бог, когда поднимался наверх к Отцу, Иисус говорил, что вы получите силу. Какую силу? С которой все будет хорошо. Правильно? И получается, что у человека, ну, он понимает, что он не туда пошел. Он не то сделал. Он не с теми связался. Он не те вещи творит. Он не то проповедует. Он не то исповедует. И вот приходит момент покаяния. И в этот момент очень важно, чтобы покаяние было истинное. Потому что сегодня мы очень часто слышим ложное покаяние. И это, знаете, покаяние, оно не то, что оно прямо сегодня возникло, оно существовало и до этого. И вы все знаете. Это покаяние, знаете, как звучит? Ой, бес попутал. Чего ж ты так поступил? Бес попутал. Ты чего с женой чужого-то переспал? Бес попутал. Ты чего украл? Бес попутал. Почему это сделал? Кто сделал? Бес попутал. Послушай, это не бес попутал. Это ты попутал. Что, знаешь, бес тебя попутал? У него что? Безграничная власть есть над тобой. Послушай, ты христианин. У тебя, внутри тебя живет Христос. Он больше того, кто в мире. Что, знаешь, бес попутал? Попутал-то ты. Это ты позволил бесу через тебя действовать. Потому что ты смирился не под ту руку. Писание же как говорит? Смиритесь под крепкую руку Божью. Противостаньте дьяволу. И что? И убежит от вас. Убежит от вас. Но там написано есть одно условие. Смириться под крепкую руку Божью. Не под крепкую руку пастора. Не под крепкую руку служителя. Не под крепкую руку ливы. У меня рука крепкая, слава Богу. Но вы знаете, вот при всей моей крепкой руке дьявол меня не боится. Я для него песчинка. Знаете, кого он боится? Того, кто во мне. Вот его он боится. Потому что Иисус внутри нас есть. И если я прихожу к дьяволу или где, я к нему не прихожу, он ко мне приходит. И говорит то, другое, третье. Я ему говорю, отойди от меня. Кто ты вообще есть такой, чтобы со мной разговаривать? На каком основании? И если я смирен под крепкую руку Божью, то, знаете, это как вот я разговариваю, а он видит не меня. Он видит Иисуса, который во мне или за мной, или надо мной, или вокруг меня. Где ему удобно, там он и находится в данный момент. Ему нужно, чтобы дьявол убежал от меня. Чтобы я увидел, что у меня есть сила. Чтобы я с этой силой мог проповедовать. Чтобы я мог обличать, не иметь ничего общего с силами тьмы. И не участвовать в бесплодных делах, а именно обличать силы. Кого обличать? Людей? Нет. Бесов, которые пришли и лгут устами людей. И в этом наша задача. Так вот, смириться нужно именно под крепкую руку Божью, а не под крепкую руку человека. И, к сожалению, большинство людей смиряется под крепкую руку человека и думают, что то, что они сегодня говорят, это от Бога. Но это не от Бога. Потому что, когда человек от Бога, Писание нам показывает совершенно четко, что у такого человека что-то в жизни происходит не так. Потому что они приходят к нему, говорят фразу легендарную, потому что мы видим, что с тобой Бог. Потому что мы видим, что ты с Богом. Потому что мы видим, что Бог в тебе. Это если человек Бога проповедует. А бывает, что нет. Теперь, виноваты ли эти люди, что они не Бога проповедуют? Дьявол говорит, виноваты. Дьявол говорит, они виноваты, что они проповедуют не Бога. А я говорю, что они не виноваты. Виноваты те, кто несет за них ответственность. А несет за них ответственность тот, кто их призывает к Богу. Смотрите, что происходит. Люди, вот мало кто из вас, вот можете проверить себя. Я вот лично проверяю себя. Я не пришел в церковь, потому что я искал Бога. И никто из вас сюда не пришел, чтобы искать Бога. Вы впервые пришли в церковь, и я тоже. За какой-то личностью. Потому что мы увидели чье-то свидетельство или услышали. Мы увидели жизнь человека. И нам захотелось посмотреть, а почему он так живет. И когда мы пришли в церковь, увидев, что что-то в жизни человека отличается, и мы хотим так же, в этот момент ответственность этого человека была подключить. Ну, то есть я пришел в церковь, да? А он взял вот так вот шнур, вытащил, и подключил меня к источнику. Ну, так ведь? Я же должен с Богом общаться, а не с самим собой, или не идти за тем, а если человек ошибется? Сколько было таких случаев, когда люди ошибались? Я, кстати, не зря поставил проповедь Алексея Редяева. В одной из своих, даже не проповедь, это интервью. В одной из своих интервью он даже сказал, что он признался, он говорит, я долгое время заблуждался. Слушайте, это человек мега помазанный вообще просто. Там, ну, я не знаю, есть ли еще какой-то такой на постсоветском пространстве епископ, который вот столько людей к Богу привел? Не знаю. Есть ли? Но он даже, даже он, даже он говорит, я заблуждался. Вот представьте себе, если он заблуждался, сколько людей вместе с ним заблуждались? Он же ведь пастор, он ведет. Но знаете, в чем разница между ним и тем, кто так и остались в заблуждении? Они взяли ответственность за себя. За то, что они говорят, и за то, что они слушают, и что они произносят. И когда человек берет на себя ответственность, это и есть смирение под крепкую руку Божью. И это как раз доказательство того, что даже если человек что-то делает не так, Бог, когда он меняет свои пути, вот мы же сейчас песню пели, «Не дай мне сойти с твоих путей». Если Бог видит, что человек не хочет сходить с путей, но все равно сходит, потому что не видит, где-то там электричество отключили, еще чего-то. Когда он возвращается, он ему говорит, все, забыли. Все, что было в прошлом, в прошлом. Теперь отсюда начинаем, идем дальше по моим путям. И все. И вы знаете, что происходит с дьяволом? Его разрывает на части. Потому что у него все планы разрушились в этот момент. Он-то хотел, чтобы человек сошел с путей, поверил в какую-нибудь ложь, и пошел куда-нибудь в другое место. Так все, он для него уже безопасен. Нет. Он раз и вернулся обратно на Божьи пути. Ответственность на себя взял. Что ж такое? Для дьявола это очень нехорошая вещь. Но многие погрязают вот в этом понимании того, что нужно... Вот я же привел человека в церковь, я теперь за него ответственный. Нет. Ты ответственный за то, чтобы этот человек подключился к источнику. Наш Бог не посылал нас, идите и отвечайте за каждого, кого вы приведете в церковь. Нет. Он сказал, идите и погружайте всех в Отца, Сына и Святого Духа. В этом наша задача состоит. В вашей Библии так написано? Аллилуйя. Понимаете, а люди иногда думают, что если он же привел человека в церковь, теперь он отвечает за то, чтобы он правильно крестился, правильно молился, правильно Библию читал, схему ему рисует, как Библию читать. Когда на служение они говорят, послушай, человек, когда разговаривает с Богом, он сам понимает, что ему хорошо, а что плохо. Потому что он принимает это от Бога, а не от себя или не по нашему человеческому разумению. И вот хочу вам этот момент проиллюстрировать. А, вот как раз то, с чего я хотел, с чего я хотел начать, это человекоугодничество. Люди пытаются угодить людям. Вот привели человека в церковь, нужно, чтобы ему здесь было приятно, нужно, чтобы ему здесь было хорошо, нужно, чтобы за ним здесь все ухаживали, смотрели и так далее. Но церковь это не социальная, как это сказать, служба. Это не институт национального страхования. Церковь это место, где человек приходит общаться с Богом, назидаться Божьим словом. А Божье слово, когда мы читаем Писание, оно не всегда комфортное. Знаете, я могу вам сказать, что я сам находился вот в этом грехе человекоугодничества, в этой зависимости, очень тяжелая зависимость. Я почти три года находился в этой зависимости. Это как рабство, понимаете? Египетское. Оно сначала хорошо, потом затягивает, а потом из тебя начинают веревки видеть. Так было в Египте. Евреев насильно туда никто не загонял. Они сами туда пришли, потому что им там было хорошо, там кушать было. Там Иосиф и все его житницы. Они пришли туда, размножились. Земля Гесем, так называлось, да? А что такое Гесем? Это Гешем. Дождливая земля. Посмотрите, посреди Африки дождливая земля. Представляете? Вообще ни о чем заботиться не надо. Все растет, им классно, они размножились, им хорошо. И тот, в чьей земле они жили, начал из них веревки видеть. И написано, так вил из них веревки, что они уже в криках до Господа дошел. А почему они остались там и дали из себя видеть веревки? Ведь этот народ был многочисленнее, чем египтяне. Какая у них была проблема встать и уйти? А знаете, какая проблема? Они не хотели разозлить фараона. Читайте внимательно всю историю разговоров с Моисеем, с фараоном. Фараон ходил разговаривать с этими. Моисей ходил разговаривать с фараоном, а народ ему говорил, не зли фараона. Не зли. Это человекоугодничество. Это страшная зависимость. И от нее нужно избавляться. Потому что вот все Бог может простить, кроме идолопоклонства. От идолопоклонства он будет, если он своих как бы спасает, да, спасаемых, он будет очень тяжело выводить человека из этого состояния. И сколько мы знаем таких случаев, не приведи Господи. Так вот, поймите, что я к чему это говорю. Возможно, вы сейчас находитесь в той же ситуации, когда вы привели кого-то в церковь. Или хотите привезти в церковь. И вам кажется, что им будет здесь некомфортно. Возможно, не будет комфортно. Возможно, прям первая проповедь, которую он услышит, будет ему обличение. Но если человек пришел сюда для того, чтобы поменять свою жизнь, он воспримет обличение с любовью. А если придет сюда для того, чтобы посмеяться над вами, посмеется еще больше. Не бойтесь рассказывать человеку о Боге. Наш Бог больше, чем все остальное. Бесы, которые управляют этим миром, они не больше. Вот вопрос задал сегодня я в Фейсбуке. Можно ли радоваться, если не в Господе? Писание филиппийцам, послание, как говорит? Радуйтесь всегда в Господе, еще говорю вам радуйтесь. То есть, можно ли радоваться вне Господа? Конечно, можно. Конечно, можно. Если человек мирской, у него всю радость одна сплошная. Выпил, как это в фильме, да? Украл, выпил, в тюрьму. Украл, выпил, в тюрьму. Романтика. Понимаете? У него радость везде, во всем. Там вечеринка какая-то, радость. Машину новую купил, радость. Еще что? Радость. Но как только он понимает, что эта радость конечна, и он понимает, что вот он порадовался, и теперь это тоскливо. Знаете, почему люди в миру так много страдают от депрессии? Больше, чем в церкви. Потому что они понимают, что вот он, ну, купил он себе там квартиру, машину, у него красивая жена, там, я не знаю, хорошая работа. А дальше что? Есть вещи, которые материальными благами не измеришь. Вот он радовался всему этому. Приходит момент, неважно в каком возрасте, неважно в каком состоянии, когда человек понимает, а дальше что? Есть дыра в сердце и в душе, которую заполнить может только Бог. Приходят бесы, которые начинают сеять ему всякие мысли в голову. Если человек осознанный, он начинает этим мыслям противостоять. Если человек неосознанный, он не может им противостоять. Теперь поймите, что человек, который неверующий, он живет, что называется, без Бога. Ему тяжело противостоять той философии, которую мир ему подсказывает. Но нам-то проще. Почему? Потому что мы знаем, мы умеем распознавать вот эту разницу, вот эту разницу между голосом Божьим и голосом Небожьим. Помните, как я говорил вам с Адамом в Эдемском саду? Если бы там говорил голос, который они не знают, то вряд ли бы они его послушались, не бы его испугались. Вряд ли. Но пришло то, что умел, во-первых, только самое то, что змей говорит. Хотя, может быть, там и были говорящие животные в Эдемском саду, я не знаю. Об этом истории умолчивать. Но с ними произошло что-то обыденное, понимаете? Обыденное. Если бы с ними произошло что-то сверхъестественное, то есть, например, дерево заговорило бы, дерево никогда не разговаривает. Они бы, наверное, испугались. Но с ними заговорило что-то, что они видели, к чему они привыкли. То же самое здесь. Дьявол действует через то, к чему мы привыкли. Понимаете? И многие думают, что если сейчас они будут мыслить как-то по-другому, опять же, мирскими категориями, то они смогут что-то в жизни поменять. Плохие новости у меня для вас, для тех, кто так думает. Не сможете ничего поменять. Почему? Потому что бесы не могут встать никогда на сторону света. Нет у них шансов встать на сторону света. Почему? Потому что они бессмертные духи, злобые поднебесные. Еще раз повторяю. Они бессмертные духи, злобые поднебесные. Писание нигде не говорит, например, что нужно противостать деньгам или богатству. Это не дух. Это состояние. Вопрос, кто это состояние дает. Можно получить богатство от Бога, а можно получить богатство от дьявола. В пустыне Бог говорит, чтобы помнили Господа Бога твоего, я наделяю тебя способностью приобретать богатство. А в пустыне Люцифер, дьявол, сатана, приходит к Иисусу Христу, Божьему Сыну. Он знал, с кем он разговаривает. И говорит ему, все богатства мира будут твои. То есть на плотском уровне он говорил правду, потому что все богатства мира его, ну, дьявола. Но на духовном уровне он заблуждался, потому что в послании, по-моему, пророка Агея, если я не ошибаюсь, может быть ошибаюсь, может быть это мало, нет, не помню, неважно. Ну, у кого-то из малых пророков написано, серебро и золото, Бог говорит, мои. И дьявол пытается нам продать другую ложь, что это его, не это. Он временно этим пользуется. Он захватнически это все забрал и этим пользуется. И нам пытается все это продать. Задорого, кстати, за душу в основном. И слава Богу, что мы с вами умеем отличать голос Божьего. Теперь смотрите, иллюстрация простая. Может ли, опять же, бес стать на сторону света? Не может. То есть может ли человек во грехе, не зная Бога, покаяться? Такой задан вопрос. Не зная Бога, может ли он покаяться? Вряд ли, да? А почему? Давайте сравним это с простым. У всех здесь компьютер, ну, знаете, что такое компьютер? У всех здесь, знаете, да? В компьютере есть программа, которая его заводит. Называется она, у кого что там? У кого Макинтош, у кого Windows. Знаете, да? Это то, бишь, чего компьютер просто простая железка. Калькулятор большой с большим коричневым кнопкой. Окей? Так вот, для того, чтобы этот компьютер работал, ему нужна программа. Мы ее устанавливаем и запускаем. Эта программа как раз сравнима с тем, что Бог сделал с человеком. Он вдохнул в человека и стал он живой душой. Правильно? Ну, так или нет? Теперь, эта душа, значит, чья? Божья. Теперь, если ваш компьютер просто ни к чему не подсоединен. Вот вы установили на него Windows или там Макинтош? Давайте про Windows будем говорить. Установили на него операционную систему. И дальше он ни к чему не подключен. Ну, кроме электричества. Что вы с этим дальше будете делать, кроме как в игрушки играть? Ничего. Потому что, если компьютер не получает обновлений той же самой операционной системы, если он не подключен к интернету, вам становится скучно, что происходит с этим компьютером. Он устаревает. И, в конце концов, перестает быть полезным. Это иллюстрация того, почему дьявол хочет, чтобы мы вообще никогда не были подключены ни к какому источнику. Никакому. Он хочет, чтобы мы были автономны. Вот сейчас самоизоляция, все вот эти вот дела, это все из этой уже операции. Теперь, что происходит, когда вы хотите получить новую информацию или обновить свою операционную систему? Вы подключаетесь к интернету, то есть ко всемирной какой-то сети, и оттуда происходит скачивание файлов, обмена информацией. И вы вдруг видите, о, есть что-то новое, есть еще что-то, еще что-то, еще что-то. То есть, если вы являетесь компьютером, грубо говоря, с операционной системой, то есть с душой, ваша душа должна быть подключена к чему-то, чтобы давать ей каждый раз жизнь. Правильно? Это то же самое общение с Богом. Вот в церкви мы как раз, в теле Христа, и дома, у себя, мы как раз имеем вот это общение с Богом. Как называется этот connection? Wi-Fi. Личное отношение с Богом это называется. А Дух Святой, это вот как электроны по проводам бегают, без них же не будет никакого движения. Вот это Дух Святой. То есть, он соединен, вот мы знаем Бога, теперь нам нужно с ним какой-то connection, соединение, контакт. Вот это происходит посредством Духа Святого, потому что он и там, и здесь Дух дышит, и хочет. Понятно? Иллюстрация. Что происходит, когда бесы приходят в нашу жизнь? С чем это можно сравнить? С вирусами, совершенно верно. Теперь вопрос. Может ли вирус, вернее так, может ли вирус, если бес это вирус, может ли вирус вдруг бороться с другим вирусом? То есть, могу ли я посадить в компьютер вирус, чтобы он победил другой вирус? Нет. Также на духовном плане Иисус говорит, царство, разделившееся само в себе, не устоит. Теперь, может ли вирус стать антивирусом? Не может, потому что у него природа такая, его создали разрушать, а антивирус он для того, чтобы защищать и чинить, ну, на электронном уровне. Что такое бесы, духи, которых мы так величаем? Это духи, вирусы, которые, их природа разрушать. Они не могут созидать. И у нас должен быть антивирус. Что такое антивирус в нашем понимании? Как мы различим ложь от нелжи? Кто знает? Поднимите руку. Никто не знает. Все знают, просто боятся отвечать, думаете, сейчас неправильно ответить, двойку поставлю, да? Это слово Божье. Антивирус – это слово Божье. Но знаете, в чем вся проблема? Если все думают, что если у них дома есть Библия, то у них есть антивирус. Нет. То есть он у них есть. Но мало купить диск с антивирусом или программу с антивирусом. Что нужно с ней еще сделать? Установить. Что значит установить антивирус в данном случае в духовном понимании? Это хотя бы, ну, открыть Библию и начать ее читать. Чтобы компьютер начал считывать информацию, да, обрабатывать ее. Но, если этот антивирус, ну, вот мы его считали и установили, дальше что? Будет ли он всегда защищать наш компьютер? Что нужно с ним сделать? Настроить, в первую очередь, так, чтобы он автоматически включался каждое утро, когда мы включаем свой компьютер. Потому что ночью, когда мы спим, Писание говорит, душа наша охраняется кем? Богом. А когда мы просыпаемся, наша ответственность охраняет ее. Да? И нам нужно включить, настройки сделать, чтобы она каждое утро включалась. Сет, это называется, духовная дисциплина. Утром встать, в первую очередь, что сделать? Включить антивирус. Открыть Библию. Ну, хотя бы по плану прочитать хоть что-нибудь. Чтобы этот антивирус запустился, начал работать, охранить. Теперь, мы говорили про обновление, кто-то здесь сказал. То есть, чтобы наш антивирус был действенным, бесы, что же, не спят. Они же копируют Бога. Да? Если Бог не спит и не дремлет, то и бесы не спят и не дремлют. Ну, по крайней мере, их повелителям не даст. Они постоянно пытаются нам то так, то вот так, то отсюда. Никто не получится. Они анти-это самый ковид нам сейчас подсунули. Потом еще что-нибудь подсунули, какой-нибудь еще от пандемии. Чтобы мы обновляли... И то же самое в духовном мире происходит. Чтобы мы обновлялись постоянно, нам нужно вот этот connection, личное отношение с Богом выстраивать. Что происходит с людьми, которые не выстраивают личное отношение с Богом? С ними происходят страшные вещи. Вот теперь представьте себе. Церковь. Я же говорю, я проиллюстрирую сейчас. Церковь – это много компьютеров. Вот каждый из вас, скажем, это компьютер. У каждого из вас установлен антивирус. Обновленный и работающий. Мы должны быть подключены. Ну, мы же должны иметь одинаковую информацию все, правильно? Бог же хочет все. Нет такого, что Бог, Таня открывает одно, а Юрий открывает противоположное. Так же не бывает. Бог всем открывает одно и то же, потому что Он сможет сеять между нами вражду. Теперь, если мы хотим, чтобы все получали одни и те же откровения, нам нужно быть подключенным к источнику. Для этого мы приходим сюда и подключаемся к источнику. Кто знает, как много компьютеров подключить к источнику, к интернету? Сеть. А сеть через что подключается? Через какой прибор? Не знаете? Знаете. Раутер называется или маршрутизатор по-русски. Раутер – это когда много компьютеров подключаются через одно устройство к источнику, к интернету. Но обратите внимание, раутер может выполнять две функции. Вот пастор в данном случае – это раутер. Ну, или пастор, или проповедник, кто стоит на стоянии, не важно. Он может иметь две функции. Идеальный вариант, и единственный, ради которого он здесь как маршрутизатор поставлен, это подключить компьютер через то, что я говорю, да, или точка проповедника, к источнику, а от источника пустить к компьютерам информацию, не искажая ее. Обратите внимание, раутер работает, передавая информацию, не искажая ее, и распределяя каждому в равной степени. Вы слышите иллюстрацию? Вы понимаете, о чем я говорю? Когда пастор начинает действовать как раутер, искажающий информацию, эта сеть перестает быть глобальной. Она начинает быть локальной. То есть, компьютеры между собой через раутер общаются, а с источником нет. И тогда, кстати, в раутере тоже установлен антивирус отдельный, от компьютера. Что происходит, когда все подключены к одному источнику? Источник знает, какие есть вирусы. И автоматически, если информация подается без изменений, она обновляется у каждого в одинаково. И в самом раутере, и в каждом компьютере. И таким образом, ни один вирус в эту сеть проникнуть не может. Что происходит, когда мы приносим вирус извне? Ну, вы берете у кого-то жесткий, флешку с вирусом и вставляете в свой компьютер. Что делает ваш антивирус в первую очередь? Вяжет. Осторожно, опасность вируса. У вас есть выбор нажать игнорировать или заблокировать. Но вам очень нужна та информация, которая есть на этой флешке. И многие пишут игнорировать. и этот вирус попадает в этот компьютер. А дальше есть опасность. Этот вирус может начать распространяться по всей сети. И если наши раутеры, вернее, наши антивирусы не обновлены, они не подключены онлайн, то если этот компьютер запустил вирус в сеть, а другой не обновлен, там тоже будет вирус. а потом у следующего, а потом у следующего. Да, сбой во всей системе. И таким образом получается, что вся эта сеть начинает антивирус видеть как вирус. То есть что-то, что представляет опасность для самого компьютера. И в этот момент приходит ересь. Когда в церкви, в общине, неважно где, начинают исповедовать или продать лжеучения. Потому что вся вот эта система пронизана этим вирусом настолько, что вот этому маршрутизатору, который здесь выгодно отключить источник, чтобы все жили одно и той же, одним и тем же вирусом. безопаснее. Потому что его внутренний антивирус перестает реагировать на эти вирусы. Что происходит, если у каждого компьютера есть возможность отдельно подключаться к источнику, правильно? Не обязательно через сеть это делать. Вы можете как мы делаем обычно? Мы слушаем в церкви проповедь, а потом идем в интернет и слушаем еще чью-то проповедь. И она реально подключает нас к источнику, скажем. И мы вдруг понимаем, опа, а наши антивирусы не обновлены? Раз быстренько обновили Слово Божие, почитали, помолились, Господь показал откровение, все, мы приходим в церковь и говорим, эй, у вас вирус, обновляйтесь. Они все так смотрят на тебя и говорят, у тебя духовные проблемы, у тебя бунт, тебе нужно исцеление, освобождение, давай-ка с нами, или ты против нас, или давай с нами. И в такой церкви, такой системе проще отключить, то есть вывести из сети вот этот обновленный компьютер, чем самому, чем самой, да, исцеляться. Понятна иллюстрация? Таких сегодня церквей мало, но они есть, и они являются разносчиками вирусов. Мы должны быть очень внимательны к тому, что наш антивирус обновляется. И послушайте мой совет внимательно. Не выстраивайте свою жизнь в церкви исключительно на взаимоотношениях с вашим духовным лидером. Потому что духовный лидер это незаместитель и ненаместник Бога на земле. Он не Иисус Христос. Он может заблуждаться, он может ошибаться, он может искать выгоду, он в конце концов подвержен эмоциям разным, он может вам такое наговорить случайно. Но согласны вы или не? Когда у вас вы хотите, чтобы ваш антивирус был постоянно в коннекшене с источником, чтобы он постоянно обновлялся, выстраивайте свои личные взаимоотношения с Богом. Церковь нам нужна для того, чтобы поддерживать друг друга. Смотрите, мы не можем держать все у себя в голове или у себя все. Нужно кому-то что-то рассказать, кому-то с кем-то с кем-то поделиться. Сеть нам нужна по-любому. Мы сегодня без сети жить не можем. Мы здесь собираемся, смотрите, мы могли бы сегодня дома посидеть, но для чего-то же вы сюда пришли, чтобы пообщаться, чтобы обняться, чтобы посоветоваться с кем-то там, рассказать кому-то, поделиться с чем-то свидетельством и так далее. Но каждый у себя в тайной комнате, ведь Иисус не призывает нас, вот только собирайтесь, двое или трое, не меньше, иначе я не буду среди них. Нет, Он говорит в своей тайной комнате. Где это значит в своей тайной комнате? Это там, где я один на один сам с собой. Вот там моя истинная христианская жизнь не происходит. Я там настоящий, не на улице, не в церкви, а там. И вот там, где Бог видит мое тайное, Он воздает мне явно. И вот тогда мы можем пойти, и люди пойдут за нами в церковь, потому что они говорят, о, с тобой Бог, Он тебе явно воздает. За что я хочу знать? Я хочу жить так же. И вот там происходит наше личное обновление антивируса духовного. Когда мы уже слышим какой-то голос, и он не Божий, у нас сразу красная лампочка и две кнопки заблокировать или игнорировать. Понимаете о чем? Потому что когда говорят, бес попутал, нет, бес тебя не попутал, попутал ты. Выбор у тебя, у беса выбора нет, у него одна единственная цель, разрушать. А у тебя выбор, пустить его разрушать или не пустить. Что делать, если все-таки допустили? Ну не знали. Что делать? Вот бывает такое, знаете, ну допустил человек грех какой-то в свою жизнь. Ну бывает же, ну реально, ведь Иисус тоже говорил, кто не без греха, он же был там единственный, кто без греха. А что, у Петра не было грехов, что ли? Или у Иоанна, например? Да вот так. А Мария Магдалина? Вы думаете, что она прямо в одну секунду перестала быть блудницей, что ли? Да нет, конечно. Мысли-то посещать, дьявол-то сеет, 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 Иисус говорит, вы же блаженны почему? Потому что видели и уверовали, но более блаженны те, кто не видывал его веру. И вот человек верующий, реально верующий, служитель, не знаю, там, кучу людей привел в церковь, благодаря ему покаялась там десятки, может быть, сотни человек, и вдруг дал слабину. Дал слабину. Вот Давид был человеком по сердцу Божьим. Ну так. А потом пошел гулять не там, где надо, увидел то, что не надо, и все понесло. Но почему-то Давида мы не видим, что Бог его там покарал, там, убил, сказал он больше не мой человек. Он покаялся истинным покаянием. Не вот этим он и бес попутал. Помни, что бес никого не попутал, это ты попутал. Когда человек кается, знаете, что происходит? Вот как спасти сеть от вирусов? Кто знает? Есть такие здесь, на таких компьютерах? Нет? Самый простой радикальный способ стереть информацию с жесткого диска. Стереть. Обнулить все. И запустить новую операционную систему, вернее, ту же операционную систему, только с чистого листа. Вот это то, что происходит во время нашего рождения свыше. Бог обнуляет, еще раз повторяю, не человек обнуляет, Бог обнуляет всю нашу операционную систему, потому что мы вернулись на его пути, мы не можем быть грешными людьми на его путях. Ведь как он говорит Аврааму, будь безгрешен и ходи передо мною. Так ведь он сказал? Он это и нам всем говорит через Аврааму. И он обнуляет эту систему. И теперь уже вся проблема в том, знаете, в чем? Почему я провожу аналогию с компьютером? Компьютер имеет такую особенность создавать файл резервной памяти. Даже если этот файл изолирован и он ничего больше не может сделать, то есть он просто висит и занимает место, то человеческая память все еще помнит свои грехи. И вся проблема в том, что Бог обнуляет, а мы себя обнулить никак не можем, нам за себя стыдно, нам за себя страшно, мы в себе не уверены и Бог говорит я грехов твоих не его не его твоих более не упомяну. Что это значит? Это не значит, что я тебе не буду напоминать про твои грехи, а я просто забуду. Забуду это значит вычеркну из памяти shift delete на компьютере. То есть утолить безвозвратно. Вот это то, что делает Бог с нами в момент нашего рождения свыше. Задача человека в момент рождения свыше первую программу, которую установить у себя на компьютере это антивирус. Слово Божье должно стать руководством действия. То есть никогда не нажимать кнопку игнорировать. Нажми заблокировать. Разблокировать сможешь всегда. Но никогда не игнорировать. Потому что все что мы проигнорировали и прошло через наши мозги обязательно укоренится в нашем сердце и обязательно прорастет. Хорошее это или плохое. Лучше заблокируй и посоветуйся с Богом. Помните что произошло с евреями когда они этих из Гильгаля кажется они пришли да ну которые нищими то прикинулись и сказали что мы мир с вами заключим когда они сказали хлеб преломили а у Бога не спросили помните эту историю при Иисусе на вине да помните короче они пришли сказали вот будем с вами мир заключать и так и так и так далее потом мудрецы уже еврейские более поздние времена придумали что никогда не будет прощения не вот этим вот которые пришли и детям змея никогда не будет прощения от бога потому что они обманным путем проникли и заразили этим вирусом все еврейское общество то же самое мы должны у Бога спросить заблокируй мысли пришла заблокируй писание говорит все в послушании иисуса заблокируй ее посоветуйся с Богом если нет если есть сомнения нет сомнений заблокируй открой Божье слово и посмотри что оно об этом говорит сомневаешься пойди к пастору теперь послушайте поводу пойди к пастору вы можете пойти к пастору это хорошо это правильно нужно ходить к пасторам советоваться с ними но не советуйтесь с пасторами как вам жить спросите его что об этом говорит Библия потому что вы знаете с каждым из нас происходит одно и то же каждый раз вы читаете одно и то же местописание и как будто ночью кто-то пришел и дописал того чего раньше не видел возможно вы читали то же местописание которое он вам откроет только вы не замечали что оно говорит Попросите у пастора совета, что об этом говорит антивирус. Потому что этот антивирус совершенный. Тот, кто эту операционную систему в нас создал, тот же этот антивирус и написал. Он точно знает, что может нашей операционной системе навредить, а что не может. Поэтому, когда, не важно, не только к пасторам, к лидерам, к своим сестрам, братьям, душепутителям, не ходите за советом, как жить. Во-первых, вы не имеете права с ними совета, что жизнь ваша, у вас есть свое предназначение, у него свое. А во-вторых, он не имеет права вмешиваться. Потому что он не несет ответственность за вашу жизнь. Потому что Писание говорит, каждый сам за себя даст отчет Бога. Не получится сходить, а он мне сказал. Не получится. Каждый сам за себя даст ответок, потому что у нас есть выбор, блокировать или игнорировать. Понимаете? Для того, чтобы блокировать и игнорировать нужные вещи, нам нужно быть в постоянном коннекшене с Богом. Не с людьми. Ну, с людьми тоже, конечно. Потому что написано, что если мы во свете, как и он во свете, то имеем общение друг с другом. Иван посланник. Но мы должны в первую очередь выстраивать отношения с ним. Это не мы, то есть не церковь нас родила. Это он нас родил. Это он каждую косточку нашу видел. Это он нас сплел в утробе матери. Не церковь. Понимаете о чем я? То есть, когда мы идем советоваться, не советуйтесь, как жить, а советуйтесь, что об этом говорит Библия. Возможно, вы что-то не увидели. Возможно, вы до этого места еще не дочитали. Может быть, вы прочитали и не так поняли, или не заостряли там внимание. А у всех так было. Открываешь Библию, я в прошлый раз считал, тут этого не было. Да было. Просто Бог открывает каждый раз глаза по-новому, потому что происходит обновление системы. Постоянно. Когда мы с ним в контакте. Так вот, люди, которые говорят, что им церковь не нужна, они ошибаются. Потому что, когда они сами находятся вне церкви, они могут случайно нажать кнопку «Игнорировать». И к ним зайдет какой-нибудь вирус. И этот вирус начнет потихонечку заражать другие программы. Потихонечку привлекать других. Помните, Иисус говорил, придет, и с ним семь злейших. И еще, и еще, и в конце концов, для него церковь станет вирусом. Церковь вирусом станет. Он не будет ходить в церковь, потому что ему там плохо. Потому что его бесы, его вирусы начинают визжать от антивируса. Что бы должно произойти в этот момент? В этот момент должно произойти то, и это, кстати, очень важный момент, потому что это должны понимать все. В этот момент должно произойти то, что церковь, которая видит такого человека, должна перестать его обличать. Бессмысленно. Бессмысленно. Он не слышит вас. Нужно подключить источник, который пробивает любые преграды. Этот источник называется Иисус Христос. Его имени покорится все. Небесное, земное и преисподнее. И когда мы призываем в молитве один из божьих духов, который называется Дух Покаяния, на этого человека, то там никакие вирусы ему уже не помогут. Если Бог захочет его вернуть обратно, он этот антивирус запустит внутри него вот таким щелчком. И никакой бес там просто никогда не задержится. Ни на одну секунду. И в этот момент человек покается. Вот в чем наша задача. Мы пытаемся людей, отошедших от церкви, которые пришли к какой-то ереси, пытаемся их обличать, что-то им доказывать. Там возлагать на него руки, на энкаунтеры его таскать. Знаете, сколько у меня было на энкаунтерах людей, которые уже по пятому разу эти энкаунтеры проходят? Да невозможно до него достучаться. Бессмысленно. Он не слышит. То есть вот он находится в божьем присутствии, да, вирусы его там раз зажались, боятся, потому что, ну, сейчас их изгонят же. И он говорит правильные вещи, исповедует правильные вещи, на колени падает, плачет, рыдает, все такое. Выходит за пределы, все. Они вздохнули и пошли дальше работать. Почему? Потому что человек не получил покаяния. Не получил покаяния. Покаяние – это дух, который нужно получить свыше. Это один из семи божьих духов. И только тогда придет этот дух, а это, кстати, дух святой, да, и сбудется написанное. Написанное говорит, никто не может назвать Иисуса Господом, кроме как в Духе Святом. Вот это наша задача. Итак, о чем я сегодня говорил с вами? Первое – о том, что люди могут заблуждаться. Это их право. Это право, которое дал нам Бог. Это называется право выбора. И Бог, кстати, этот выбор уважает. Иначе нас бы не существовал. Адама прямо в прах, или прямо там, в Эдемском саду. Бог уважает выбор. Но за наш выбор мы будем платить. Всегда. Второе. Что бы мы ни выбрали, Бог стоит и ждет, когда мы вернемся на его пути. Есть два варианта. Вариант первый. Ему надоест ждать, и он сам вас вернет, потому что он своих не бросает. Помните про пастора, который оставит 99, пойдет и заберет одну заблудшую? Будет по-любому. Он вернет. Он вас спрашивать не будет. Но он все-таки хочет, чтобы вы сделали сами этот выбор. Он будет ждать, как тот блудный сын, который когда столкнулся уже с тем, что все, конец. Он уже, как говорится, хоть тушкой, хоть чучелом, но в доме отца. И он вернулся сам. То есть два варианта есть всегда. Третье. Мы подобны компьютеру. Потому что ничего в этом мире не создаем. Нет ничего нового под солнцем. Согласны? Что было, то и будет. И мы с вами, подобный компьютер, компьютер подобен нам. Человеческая душа – это операционная система, которая установлена в компьютере. И приходят вирусы, чтобы ее разрушить. Нам нужен антивирус. Нам нужно постоянное пребывание в Слове Божьем. Оно должно постоянно быть у нас. Помните, Бог сказал не просто так. Напишу законы мои на скрижалях сердца их. Потому что они должны быть постоянно у нас с нами. Это не то, что мы открыли Библию, о, почитали, классно, интересно. Ну, слава Богу, аллилуйя. Нет. Она должна быть постоянно. Ведь что сказал в восьмом стихе книги Иисуса Навина Бог Иисус? Он сказал, да не отходит книга сия от уст твоих. Да? Пребывай в ней день и ночь, тогда будешь благоуспешен. по-другому не получится. Мы должны быть с этим антивирусом. Второе, третье, четвертое. Мы должны обновлять наш антивирус через личное общение с Богом. У нас должны быть с ним личные. Нужно научиться слышать его голос. Чтобы никакой другой голос нам ничего не рассказал, как было в Эдемском саду. Даже если мы к этому привыкли, как, например, к пастору, который может заблуждаться, может иметь право человек. но для этого и есть антивирус. Антивирус должен нами руководить здесь. Есть церкви, в которых, знаете, такая манипуляционная такая есть фраза и все верующие сказали а если я не воспринимаю то, что пастор говорит, если мой антивирус бунтует, он мне кричит, кричит, вирус блокировать или игнорировать? Если я скажу аминь на все подряд, я нажму кнопку игнорировать, а дальше неизвестно, что зайдет. Понимаете о чем? Взвешивайте то, что вам говорят с трибуны, взвешивайте все, что вам говорят в ютюбе, все, что вам говорят, где бы вы ни смотрели, ни слушали, написано все исследуйте, хорошего держитесь. Понятно, что слушать можно все, что хотите, вопрос нужно ли, но хорошего держитесь, то есть того, что от Бога. Понимаете? Потому что Христос-то за нас за всех умер. За всех. За сблуждающихся, за еще не покаявшихся. Но самая отличительная, важная, отличительная черта нас с вами, всех христиан, имею в виду, от тех, кто не покаялся еще, за то, что внутри нас Бог и нам легче. Нам, мы не избране их. Еще раз повторяю, Христос за всех умер. Но нам легче. И поэтому те, кто без Бога, они не говорят, идем с нами, у нас Бога нет. Они говорят, нет, мы пойдем с тобой, потому что с тобой Бог. Потому что каждому, кто не знает лично Бога, чего-то не хватает. Он постоянно живет в страхе. Люди, у которых на компьютере нет антивируса, они либо гробят свой компьютер, либо не подцепить. Он все равно туда попадет. Хотите вы или не хотите. Вирусы точно знают, как попасть в компьютер, даже без вашего ведомого. Понимаете? Иисус хочет, чтобы мы познавали Его, чтобы мы пребывали в слове. К чему я все это вам рассказал? Мы вот с Таней каждый раз перед домашкой обсуждаем учение, которое нужно для нашей церкви сейчас. И вот последние несколько раз мы просто реально в точку попадаем, потому что Господь открывает такие вещи. И на нашей домашке реально живое обсуждение происходит. Реально касается каждого. Даже если он сейчас в этом не находится, в этой ситуации, касается каждого. Почему? Потому что начинает работать антивирус. Мы когда молимся за то, чтобы Бог открыл, он открывает. Это не потому, что мы крутые, или вы крутые, или тут нет, Бог открывает. Когда Бог открывает, Писание говорит, он вот такие ключи есть, что если он откроет, вообще никто не может затворить. А вот если он закроет, никто не может отворить. Понимаете? И я это говорю к тому, что мы пребывая в учении, оно не всегда комфортно для нас. Вот я смотрю даже на детей и подростков. Кому-то дается классно математика, кому-то дается классно история, а иногда кому-то дается история с географией, а математика никак не дается. И когда урок математики, его аж переворачивает. И наоборот, тот математический склад, для него это гуманитарные рассуждения, они вообще просто сейчас встану и выбегу. Не всегда учение бывает комфортным, но понимаете в чем дело? Мы никогда не знаем, когда это учение может сработать в нашей жизни. Поэтому когда мы приходим учиться у Бога, через Его слово назидаться, через общение святых, нам не обязаны быть всегда комфортно. Но мы должны понимать, что если Бог что-то в нас вкладывает, Он точно знает, для чего Он это делает, и когда эта программа сработает. Это и есть обновление нашего с Вами духовного антивируса. Я хочу, чтобы мы с Вами помолились сегодня, чтобы когда Вы пребываете в учении здесь, в учении на домашней группе, в учении сами с собой дома. Я знаю, что многие из вас читают Библии с комментариями. Все нормально. Много разных Библии с комментариями. Комментарии писали люди. Пропускайте это через свой антивирус. Я понимаю, что там нет ереси нигде. Но подходит ли это сегодня к вашей жизни? Потому что иногда неправильно понятый комментарий еще хуже, чем неправильно понятое Слово Божье. Слово Божье это Слово Божье. А комментарии от людей и там может быть что-то от лукавого. Человек имеет право заблуждаться. Давайте будем молиться за то, Слово Божье. Которые отсекают все эти вирусы и охраняет нашу душу, нашу операционную систему Божью от покушений извне. Которые могут прийти и разрушить. Разрушают они снаружи а внутри. Давайте за это молиться. Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты создал нас такими, какие мы есть. Принял нас себе такими, какие мы есть, но не даешь нам и наполняешь нас своей любовью, своим пониманием, разум даешь нам, ум Христов Господь, за то, что Ты меняешь наше сердце с каменного на плотяное. Господь, благодарим Тебя за то, что Ты каждый день через Слово Своё вкладываешь в нас все новые и новые семена познания истины. Господь, мы хотим знать истину еще больше. Мы благодарим Тебя за то, что Иисус, Ты приходишь каждому из нас и открываешься каждому из нас лично через Духа Святого, через общение с Тобой, Господь. И мы знаем сегодня Отца, потому что мы знаем Тебя, Господь. Благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты даешь нам эту возможность приходить к престолу Твоей благодати, как к Отцу, который действительно любит, который действительно жаждет нас видеть. Господь, Ты даешь нам возможность изучать Твой характер, потому что у Тебя нет секретов мы приближались к Тебе каждый день, чтобы мы изучали Слово Твое, чтобы действительно вот эти написанные Довой скрижали нашего сердца проявлялись перед нами все яснее и яснее каждый день, Господь. И мы благодарим Тебя за ту сверхъестественную защиту, которую через свое слово, через откровение, которое Ты даешь нам, Ты обновляешь нас в духе и силе и истине, Господь, каждый день. Благодарим Тебя за то, что Ты нам даешь возможность быть мудрее, чем мы были вчера, потому что Ты назидаешь нас, Ты сопровождаешь нас, Ты защищаешь нас от всего, Господь. И мы знаем, что Ты поселился в сердце каждого из нас. И сегодня мы просто хотим высовывать эту силу для того, чтобы все увидели, что с нами Бог. Мы хотим, чтобы наша жизнь отличалась от жизни тех, кто еще пока не с Тобой, Господь, чтобы действительно все познали Тебя. И мы могли погрузить их, как и мы погружены, в Отца Сына и Святого Духа. Потому что имя Твое, Господь, это имя великая башня. Убегает в нее праведник и безопасен. Господь, я благодарю Тебя за то, что Ты позволяешь нам это делать. И в этой башне есть место для каждого, кто сегодня населяет эту планету. Господь, благодарим Тебя за это и провозглашаем Твое великое Святое имя на каждого. Аминь. 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 Субтитры создавал DimaTorzok